Мы говорим дальше с Русланом Шаведдиновым. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. А можно я все-таки сначала вот не Акабаевой вам задам вопрос? Чуть не обозвал Путина Акабаевым. А вот на этой неделе вас признали физлицом иноагентом. Вот юрлицо еще более-менее понятно, а физлицо, что это означает вот для вас конкретно? Какие ограничения? Для меня, в плане ограничений, это значит, что я буду должен сдавать какие-то отчеты Минюсту обо всех своих тратах, обо всех выступлениях. Это означает, что я должен писать унизительное предостережение перед каждым своим постом и перед каждым своим выступлением. Эту информацию распространяет иностранный агент, но делать я этого не намерен. Мне кажется, что это полнейший абсурд. И это не первое... Так, у нас проблемы с интернетом, Руслан. Если вы нас слышите, вот что-то только что... Мы вас прекрасно видим, но, да, прекрасно видим вас, но со звуком... Да, ну давайте пробовать, пока звук есть. Вот вышло ваше расследование о доходах Кабаева. Я вот обратил внимание, что как бы быть бабушкой Алины Кабаевой, это очень выгодно. Ты становишься обладательницей сразу, скажем так, квартир, домов и пароходов. Это вот такая схема завуалированная? Нет никакой схемы. Просто очень жадные до денег и до власти люди. Семейство Алины Кабаевой, которые стали сказочно богаты, потому что друзья Владимира Путина личные друзья, которые росли с ним, которые занимались в одной секции дзюдо, которые занимались с ним службой еще в Дрездене в годы его КГБшного прошлого, они все являются держателями денег. И это когда надо, он просит купить что-то для своих любимых женщин. Эти же люди, которые спонсируют семейство Кабаевых, эти же люди дарили... Одно из дочерей Владимира Путина официальных. Эти же люди покупали недвижимость для Светланы Кривоногих, любовницы Владимира Путина официально, которая известна. То есть это самая стандартная схема, которая только... Держатели путинских денег одаривают путинских женщин недвижимостью, активами, собственностью по всему миру. То есть это такой вот путь, скажем так, через сердце возлюбленной Путина к Путину? Ну, я имею в виду, что это как бы незавуалированная попытка... Незавуалированная попытка, как бы там, скажем так, официально вот как-то объяснить появление квартиры, дома, комплекса, я не знаю. Ну, вопросы наверняка возникают у кого-то. А так как вопросы не возникают, потому что, ну, а кто их будет задавать? Гражданское общество в России только если официальные ведомства вопросы не сдают, но они все оформляют как данные. То есть ты не можешь прийти и сказать, а как ты, 86-летняя бабушка Алина Кабаевой, которая уже 30 лет на пенсии, приобрела себе квартиру, две квартиры в самом элитном доме в Москве, уже в пенсионном возрасте, не имея официальных доходов. Ну, потому что переоформили как дарственную. И так много каких-то мелких хитростей, которые они используют. Но самое главное, что нужно знать, Владимир Путин на старости лет человек, который стал уже такой немножечко сентиментальным по отношению к своим любимым женщинам. И поэтому, когда ты разбираешься с недвижимостью, с доходами Алины Кабаевой, и все равно замечаешь этого слона в комнате, я говорю про яхту, конечно, которую он назвал в честь возлюбленной. И Шехерезад это было прозвище годы спортивной Алины Кабаевой. Это то, что он назвал, так сказать, свою яхту. Это, конечно, сильно удивило и умилило многих, кто занимался этим расследованием. А в итоге я рад, что арестовали яхту, и что Алина Кабаева под санкциями. Но в целом, это, конечно, такой тоже факт, что Владимир Путин так любит Алину Кабаеву, что не просто одаривает ее недвижимостью, но даже свою самую дорогую яхту назвал в ее честь. Кстати, где она сейчас находится? Последняя информация была, что в Швейцарии или уже нет? Яхта или Алина? Алина. Яхта в Италии, насколько вы знаете. Нет, Алина в Москве, а яхта находится в месте под названием Марина Ла Каррера, это итальянская деревушка, в частный порт. Алина находится в Москве, и в Швейцарию давненько не летала, как мы видим там по перелетам. Она сторонится. Единственное публичное мероприятие за все время войны, это был спортивный... Ее спортивный фонд организует каждый год мероприятие, и она в этом году появилась на нем, вместе с детьми позанималась, какие-то делала приятные речи, посвятила кольцом с вариантом на пальце и пропала вновь из публичного пространства. Она в Москве, в Швейцарию, я думаю, что она тоже понимает, что лететь ей не очень желательно. Руслан, вот немножко связь пропадала, и я вот не услышала момент по поводу, как гражданское общество реагирует на все эти обогащения семейства Кабаевых. Но ведь понятное дело, как бы с чего карманы это все, ну как бы все это оформляется, этот огромный фонд Кабаевой. Гражданское общество в России уже, конечно, его зачищают максимально, уничтожают независимые медиа, запрещают все акции протеста именно для того, чтобы люди какое-то свое недовольство не выражали. Они узнают информацию, они знают, что происходит, они знают, за чей счет, но выразить каким-то образом протест в России сегодня практически невозможно. Ни свободных выборов, ни акций протеста, ничего в легальном поле не остается. Другое дело, что я и мои коллеги, как расследователи, мы считаем для себя важным все равно показывать, вытаскивать на свет все это, чтобы люди знали. Не просто вот это, знаете, в народе есть мифическое, что ну они же там воруют, что кто конкретно ворует, сколько воруют, и что на это могло быть построено и куплено, если бы они друг другу не передаривали недвижимости и яхты. Поэтому мне кажется, в любом случае важно об этом рассказывать, даже если не сейчас, даже после путинской эпохи это будет как лишнее доказательство на страшном суде, в котором Владимир Путин и Алина Кабаева и все его мужения обязательно предстанут. Вот вы в этом расследовании вытащили на свет историю о том, что она возглавляет национальную медиагруппу, ну фактически пропагандой руководит. Вот зачем это ей, как вы считаете, или она там номинальный какой-то, вот зиц-председатель, человек, на которого просто записаны какие-то активы? Она совершенно точно там номинально. Алина Кабаева – это девушка, которая была профессиональной спортсменкой, потом стала профессиональной депутатом, теперь она профессиональный медиаменеджер, то есть ее везде просто ставят, чтобы она там посидела. Национальная медиагруппа – это организация, созданная другом Владимира Путина, Ковальчуком и другим миллиардером, олигархом Радашовым. Они являются действительно те, кто по просьбе Путина создавал такую локальную медиаимперию. Она там на высокой должности, просто номинально, чтобы получать огромную зарплату. Последнее, что удавалось посмотреть по банковским проводкам журналистам, моим расследователям, коллегам несколько лет назад, это десятки миллионов рублей в год, в месяц получает на этой должности. Соленка Байварденка официально, еще мы не знаем, сколько там заносится. В общем, никаким она гением пропаганды не является, но по своему статусу, по своей должности, безусловно, она подходит под описание ярой пропагандиста, а не просто коррупционера или приближенного к семье Владимира Путина. Национальная медиагруппа контролирует практически те крупнейшие медиа-активы, является либо там ключевым акционером, либо совладельцем. Поэтому они, ну это личный фонд Владимира Путина, который создан был и по его просьбе его друзьями олигархами. Поэтому тут никаких сомнений нет, что она там не просто так оказалась, не за свои таланты, а потому что попросили, но, повторюсь, она не является как-то талантливым медиа-менеджером. Она не более, чем Владимира Путина. Руслан, вот британское издание Daily Mail пишет о том, что, ссылаясь на израильского бизнесмена, Леонида Невзлина пишет о том, что у Кабаева есть два дома в Турции. Что вам известно об этом? Вот из свежих покупок, да. Вот, собственно говоря. Буквально вот-вот. Я привык, честно говоря, уже когда перепроверишь, подтверждать, что у кого какая недвижимость имеется, чтобы не ошибиться. Поэтому я не могу вам точно сказать. Я бы не удивился, если бы у них там имелось активы, но какой-то достоверной информации нет. Я тоже только увидел эту публикацию, и мне кажется, это надо просто проверять и разбираться. А давайте вернемся туда. Потому что у них есть недвижимость по всему миру, сомнений нет. Да, 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 пожалуйста. Ну да, и поэтому, конечно, нужно перепроверять и добиваться в случае, если там действительно есть недвижимость, ареста этих активов, так как они тоже куплены на коррупционные деньги. Если вернуться к Шехерезаде, та, которая Алина, та, которая не Алина, а яхта, точнее, вот фонд борьбы с коррупцией делал расследование. А вот, может быть, сейчас какие-то последние новости известно. То есть были ли попытки как-то эту яхту вывести, там осталась ли прислуга на этой яхте, вот что-то, продолжение будет? Я в мае месяце ездил. Интересная новость. Мы добивались санкций против этой яхты, ареста этой яхты, но долгое время европейские чиновники из-за бюрократии не спешили этого сделать. И я уже вместе с коллегами поехал туда ее буквально лично арестовывать, чтобы никуда она не сдвинулась, потому что она имела возможность даже после выхода нашего расследования покинуть порт Италии и отправиться дальше. Мы прибыли для того, чтобы не выпустить ее. И именно в тот день гвардия и полиция Италии, это орган, который ответствует за арест имущества российских олигархов подсанкционных, они ее арестовали. И она так стоит в порту, это частный порт, его охраняют охранники порта, и плюс охраняют сотрудники яхты, не ФСОшники, которых мы доказали, а там был персонал из местных набран просто для того, чтобы скрывали, и никто не попал внутрь яхты из посторонних, из гуляющих зевак. Она стоит там, она будет стоять там до тех пор, пока Владимир Путин будет под санкциями и вся его недвижимость. Другая проблема, которая сейчас есть в Европе, которую много обсуждаешь на встрече с какими-то чиновниками, она заключается в том, что они могут только арестовывать. А арест не значит примерно ничего. Арест означает только то, что Владимир Путин не может ей воспользоваться. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, было бы, и сейчас Канада уже приняла этот закон, и я надеюсь, что Евросоюз тоже займется этим. Это конфиск этого имущества с передачей последующих денег Украине. Канада на это уже пошла, Байен писал требования создания рабочей группы, которая бы такой закон сделала. Я надеюсь, что в Европе такой тоже закон появится, и Шехерезада будет продана, и многие другие недвижимости. Российские олигархи будут проданы, а деньги пойдут на восстановление вашей страны. Вы обещали в ближайшее время как раз именно этот вопрос разобрать, о котором вы говорите? Ну, он просто нарушает какой-то пока базовый юридический тезис о том, что частная собственность неприкосновенная, это то, что мы говорим европейские юристы регулярно, но то, что сейчас не особая ситуация, мы сейчас не живем в стандартное время, мы живем в военное время, когда на вашу страну ежедневно направляют огромное количество бомб и несчастья, и поэтому, мне кажется, тут нужно, особое время требует особых решений. А санкции против Алины Кабаева, как вы считаете, они вот уже заработали, это эффективно, долгое время Евросоюз, там, Америка, они не решались вести санкции против конкретно Кабаевой, боялись, скажем так, ее мужа. Америка до сих пор не вела, простите вас, поправлю, Америка до сих пор не вела. Британия, Британия вела. Вот побаивались реакции Путина, то есть реакции как таковой нет. Вот вы как оцениваете это первое время действия санкций, если есть что оценивать? Ну, как минимум, она вернулась из Швейцарии, если она там была, в Москву. Эти санкции, это там четкий сигнал, что ближайшее отношение Владимира Путина, оно будет наказано, и оно тоже под прицелом. Это такой, скорее, символический жест. Конечно, никто не ожидает, что завтра же после этих санкций, я не знаю, режим упадет, и война остановится. Санкции, это один из инструментов, очень правильный и нужный, так как его реально они боятся, колбасит российских олигархов, российских чиновников. Мы сейчас на связи с СПЧ, там больше 35 жалок уже от олигархов и пропагандистов. Мы будем снять эти санкции. То есть для них, конечно, очень важно было кататься на Запад, покупать там недвижимость, проводить там отпуска, чтобы их дети там учились. И сейчас для них болезненный вопрос, что они этого лишились. В случае с Алиной Кабаевой, это менее болезненный вопрос, так как она фактически самый близкий Владимиру Путину сейчас человек, и Путин параноик. Я думаю, что и так с момента начала войны никуда она не собиралась выезжать, понимая, что становилась бы легкой мишенью и имела бы проблемы в странах Запада. Поэтому мы не можем с вами сказать, что эти санкции вот как-то жестко надавили на Алину Кабаеву и на Владимира Путина. Мы можем с вами точно утверждать, что это для них болезненный вопрос. А чем больше болезненных таких вопросов будет вокруг них создаваться, чем больше болезненных пичков в них будет сделано, тем это эффективнее, тем раньше это к конечной победе добра и приведет. Поэтому санкции важный, классный инструмент. Он не так давно существует, поэтому нужно время для того, чтобы они заработали по полной. Сейчас даже российский Центробанк говорит, что в следующем квартале у них уже нет возможности так сдерживать рынок, пока они делали это все лето. Поэтому, безусловно, это приведет к ухудшению экономической ситуации, к падению уровня жизни в России, что по логике вещей должно вызвать некие протесты и недовольства среди населения. Еще позвольте последний вопрос. Вот он немножко как бы в другую сторону. Вас в свое время за вашу деятельность наказали армией, да, и вот недавно был такой в Заполярье, или куда вас тогда отправили, был недавно случай с хоккеистом, уклонистом Федотовым, хоккеистом, да, вот мы, который вот очень любил Советский Союз, а вот как бы в итоге попал в армию, и, по-моему, туда же, куда вас отправляли, да, вот это наказание, что там за условия, если можно вот буквально там рассказать вот несколько слов. Хорошо, спасибо большое. Но я, если что, я не любитель Советского Союза, я был туда отправлен не за это. Если серьезно, это остров Новая Земля, архипелаг в Северном Ледовитом Океане, где нет связи, где нет питания, воды. Солдаты, которые туда находятся, несколько десятков, они занимаются тем, что топят снег для того, чтобы было какое-то средство приема пищи. Это воинская часть ракетная, там находится на Новой Земле. Это бывший ядерный советский полигон, где проводились испытания царь-бомбы, к примеру. Сейчас это полуостров, где находятся С-300, С-400 российские, и солдаты-срочники, которые там находятся, помогают профессиональным военным контрактам, обслуживая эту технику, там, чище сверкла вокруг нее, намывая эти ракеты, установки, и все вот в этом лико. Поэтому там тяжелые довольно условия, там тяжелый климат. Я надеюсь, я слежу за ситуацией с хоккеистом, что он там, мне кажется, в конечном итоге, он еще до этого не доехал. Это, конечно, сигнал. В случае со мной, с моим похищением, это был сигнал всем молодым людям, которые интересуются политикой, что не нужно ему туда лезть. В случае с этим хоккеистом, это, безусловно, история, месседж, сигнал всем спортсменам, профессиональным, молодым, которые хотят сейчас уезжать на Запад, потому что из-за санкций, из-за действий Путина, профессиональный спорт в России уничтожен. Если ты профессиональный хоккеист, ты не можешь участвовать в чемпионате мира, ты не можешь участвовать в соревнованиях. И так в каждом виде спорта профессионального. Поэтому это сейчас на фоне ухрушения отношения с Западом такой сигнал, что не нужно вам уезжать. А он хотел это сделать довольно открыто и демонстративно, за что они его пытаются покарать, от него, можно запугав всех остальных. Спасибо вам большое, Руслан. Руслан Шеведдинов, сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Мы говорили о новом расследовании в БК у Алины Кабаевой.